Уборка уже на носу, отсеялись, и сейчас другие заводы должны заводиться. Я не агроном, и ничего нового в этом плане не скажу. Мы занимаемся логистикой. Мы занимаемся логистикой села, уборки, хранения, отгрузки. Почему занимаемся? Потому что производим технику. Технику, которая как раз используется для вот этой самой логистики. Ускорение уборки входит в одну из основных частей. Задумались или не задумались над тем, насколько комбайны эффективно работают во время уборки. Можно оберелистываться. Если посмотреть на слайд, то увидите ту реальность, которая в лучшем случае происходит при грузовой системе организации уборки. Комбайн, автомашина. Средняя машина третий тратит 25-30% большего рабочего времени на простой. На простой на выгрузку или простой на подъезд и отъезд автомобиля. На то, что останавливается, иногда выходят за гонки, выбрасывает шнайк, остановит молотилку, пригружает, потом обратно подсказывается и опять сомневает в уборку. То есть получается, каждый третий, четвертый комбайн во время уборки не принимает участие в уборке. Это выражение по взаимствованию Николая Андреевича Зелевского. Как же это сказал, я запомню. Хорошее выражение. Значит, к чему это приводит? Это приводит к растягиванию уборки и к самосыпанию, к стеканию зерна, к стерню. Наверное, никому не секрет не открою, если я скажу, что через 4-5 дней после полного восстановления происходит потеря зерна в среднем со скоростью процентов в день. Можно дальше. Если меняете технологические подходы и между автотранспортом и комбайном ставите промоутушное звено, пункер на копитель зерна, то убираете одни листерям сразу несколько зайцев. Первое. Комбайн выгружается без остановки. Прямо на ходу. Поочередно первый, второй, третий комбайн, который пристраивается след в след во время уборки, они поэтапно выгружаются в один и тот же букер на копитель. Букер на копитель, как буферная зона, принимая зерна с этих комбайнов, доставляет на край поля и выгружает автотранспорт. И получаем сразу два эффекта. Первый эффект. То, что мы убираем в узкое место потери времени во время выгрузки и за счет этого увеличиваем производительность комбайна в среднем на 30-35%. И второй эффект. Это то, что автотранспорт перестает быть зоной временного накопления зерна, как временный склад на краю поля, потому что автомашина тратит на поле 7-10 минут. Приезжает, принимает зерну и отъезжает. Это прибудет к тому, что в зависимости от расстояния поля, то количество машин сокращается в среднем 1,5-2 раза. Учитывая состав аудитории, это те, которые на уйти уже применяют и собираются применять, особое внимание хочу обращать на давление на почву. Бункера-перегрузчики, в отличие от автомашины, имеют очень низкое давление на почву. Мы в настоящий момент выпускаем двух типов бункера. На четырех колесах и на восьми колесах. Так вот, те, которые на четырех колесах, обеспечивают давление 2,5-2,7 кг на квадратный сантиметр. Те, которые на восьми колесах, 1,4 кг на квадратный сантиметр. Если идем на то, что меньше нужно, то в этом случае мы просто снижаем емкость самого бункера-перегрузчика. В отличие от автомашин, которые до одного метра переухлотнение почвы обеспечивают. Дальше, пожалуйста. Еще одна функция бункера-ракопителя. Учитывая то, что многофункциональность в сельском хозяйстве только в реверсице, это загрузка пассивных комплексов и сериалов. Обычная технология предполагает тоже огромную потерю времени. По оценкам экспертов, это где-то 35-38% времени, который теряется на загрузки в сельскох. То есть означает, что в сельскохи сегодня работают в реверсионных технологиях загрузки с потерей одной третьей своей мощности. Как только мы меняем технологический поток, то есть подаем через бункер-перегрузчик, то сельскохи начинают загружаться намного, на порядок выше, чем обычно. Вот Джон Дирк показан здесь. В селе сельскохи 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 загружаются за 5 минут. Для тех, у кого здесь сегодня так показатель. К примеру, там Amazon, любой из Amazon загружается не более 3 минут. Это с подъездом и отъездом бункера-перегрузчика. Если мы говорим про редковые гранд-плейт с 15-метровыми, то он загружается за 5 минут. Наши СССР загружаются за 2 минуты в первой рядке. Даша простая. Если посмотреть в инвестиционном, насколько интересно применять трехзвейные технологии уголки и СЕВА, то есть применение бункера-берегрузчика, ну, просьба обратить внимание на вот эту диаграмму. Одну и ту же работу, для данного примера, могут выполнять 6 комбайнов или 4 комбайнов с добавлением до 2 бункеров на кафетере. Эффект будет один и тот же. Автотранспорт. Можно здесь, конечно, 6 комбайнов поставить, с этих комбайнов 6, а можно поставить 3. Эффект будет один и тот же. Ну и пассивные воплицы аналогично. Это все, соответственно, приводит к снижению инвестиционной составляющей. Хорошо. Мы обратили внимание на то, что многие наши клиенты, это в Сибири, в Казахстане, не имеют возможности дожидаться, пока влажность дойдет до своих оптимальных значений, начинают убирать гораздо раньше. И без проблем сохраняют зерно. Здесь, на юге, как-то по-другому привыкли. Обратите внимание на тот момент, что вы можете начинать убирать, при том, из потери качества, на последней базе восковой спелости. За несколько дней до момента влажность зерна опустится по влажности на уровень 15-16%. Что это вам даст? Во-первых, вы сможете сокращать уборочный период и не довести до процесса самосыпания. Настолько дней, насколько сдвинете. Во-вторых, у вас не будет пересушка зерна, как сейчас происходит. В-третьих, при возможности сохранения зерна более высокой влажности, у вас появляется возможность, кроме качества и количества, еще и получать влажное зерно, перевлажненное зерно на несколько процентов и путем миксования добиться выравнивания влаги с пересушенным зерном. Каким образом можно сохранить это зерно? Зерно можно сохранить в пластиковых луковах. Я подробно, с учетом ограниченности времени, на это останавливаться не смогу. Но вкратце скажу. Пластиковые луковы – это технология, которая обеспечивает герметичное хранение зерна прямо на поле. Емкость этих луковов – 200 или 250 тонн. Чем они еще интересны? Если интересно будет, и мне предоставит возможность, тогда скажу, если нет, то плово. Чем они еще интересны? Очень часто мы сталкиваемся с тем, что узким местом является приемный зерна. Есть возможность больше убирать, но он не позволяет больше принимать. Идет искусственное снижение производительности уборочного звена. Что в этом случае мы предлагаем? Мы предлагаем тот поток, который зерноток в состоянии принимать, отправлять на зерноток. На нашем примере тысячи тонн есть возможность намолотить, а возможность принимать – это 800 тонн. Значит, 800 тонн направляйте, пожалуйста, на зерноток. А 200 тонн вы можете направлять на параллельное хранение пластовых рукавов. Ведь тем самым не будет тормозить уборку, потому что торможение уборки – это премия материи, это риски. Второй момент, который часто встречается, это вопрос сушки зерна. Опять-таки, сушение на тему становится тормозящим. Можно стоять в сайте? Вот только это продать. Хорошо? Допускаем, что есть возможность сушить всего 300 тонн, при этом сушить надо тысячи тонн, с учетом того, что зерно идет все влажное. Особенно актуально в влажной годы уборки и актуально в последний период. Также 300 тонн можно направлять на сушку, а 700 тонн можно направлять в пластиковые уголки. И тем самым обеспечить его безопасность, сохранность на период 1-2-3 месяца. Есть определенные нюансы, которые в двух словах не объяснить. Но это дает возможность в кратчайшие сроки обеспечить уборку. А вот что касается сохранности зерна, актуально занимается сохранностью области по технологии. Что дает в итоге все это вместе взятое? Ну, во-первых, соглашаем инвестиционные затраты, ведь тем самым соглашаете себестоимость, потому что в инвестиционных затратах сидит амортизация. И это себестоимость. Это ваши, конечно, деньги. Второй момент. Ускоряем уборку, вы сокращаете потери и уходите от рисков. Ускоряя все, вы тем самым закладываете будущий урожай. И обеспечивая безопасное хранение зерна, помимо этого, вы еще получаете очень низкую себестоимость по сохранению этого зерна. Но для понимания, хранить зерна в классических уголах, среднего пояса, с учетом всех затрат, 150-170 рублей на одной тонне. Я вложился в регларации? А то меня строго предупредили. Спасибо, Армен Викторович. Спасибо. Вот важно подчеркнуть, исходя из технологии прямого посева, что нежелательно останавливать технику на поле, поскольку после этого остается уплотненная почва, а вот бункеры-перегрузчики, которые часто используют наутельщики, они как раз позволяют и не останавливая комбайна, выгружать зерно и вести уборку без перерыва. Вопросы к Армену Викторовичу есть? Пожалуйста, давайте потом... Вот вопрос. Вы говорите, работают шесть комбайнов с бункером-перегрузчиком и с тремя КАМАЗами, да? Два бункера, шесть комбайнов. Два бункера, шесть комбайнов и сколько КАМАЗов? Среди три. Три комбайнов. Да, это зависит от Расстани. Если там Расстани мы берем в среднем 7-10 килограмм. Все, я понял. Три КАМАЗа, два бункера, шесть комбайнов. Спасибо. Господин Сокрин, подсказался. Мы знакомы очень давно с Арменом Викторовичем. Ему огромное благодарность, что мы у него получили систему хранения, она нас право спасла. Но единственное, что хочется сказать, видимо, вы о влажном зерне рассказываете все-таки о разрезе вашего казахского опыта. Скорее всего, да? Потому что в наших условиях при уборке в июле месяце и высоких температурах я думаю, не то что думаю, мы тоже проходили, этот фокус не проходит. Все-таки бактерии бывают как аэробные, так и анаэробные. И в условиях отсутствие кислорода начинается брожение анаэробное. И, конечно, продукт портится очень сильно, но не будем давать дальше подробностей. Спасибо за вопрос и спасибо за добрые слова. Я абсолютно права, что есть зависимость от температуры и среди, от температуры зерна, которые закладываются, и возможности хранения. Если мы говорим про юг России, про центр России, где убирается зерно в среднем при 3 градусах температуры, то 18% влажности это абсолютно нормальная влажность, чтобы сохранить зерно несколько месяцев. На то есть практика. Что касается влажности выше, его надо отследить и не допускать того, что бесконтрольно положим и будем допускать, что все нормально сохраняется. Нет, конечно, здесь нужно отследить. Что говорить о... Это мы говорим про пшеницу. Соответственно, все это тиражируется на разные культуры, стадя из той гостовской влажности, при которых он сохраняется. Спасибо. Ну, собственно, что... Спасибо. Есть, друзья, вопросы? Вредите. Рукава вредите. Выше. Настасчастный вопрос. Значит, есть вредители грызуны, есть птицы. У обеих есть защиты. Если мы говорим насчет птиц, ставится то ли биокусистская защита, это биокусистские приборы, которые издают звук тревоги и отпугивают птиц в этом радиусе. И специальные пушки, газовые пушки, которые с определенным интервалом проводят стрельбу. Если говорить насчет грызунов, то ведется борьба через отравление. Спасибо. Спасибо. Спасибо.